что такое кастом холдеры как сделать сборку батареи монолитной и наконец почему сборка пайкой лучше чем сварное соединение об этом и многом другом вы сегодня узнаете в нашем очередном полезном видео помчали значит сборочка должна быть монолитная и это даже к гадалке не ходи и вопрос в том как это сделать лучше изначально у меня баночки в холдерах шатались они были чуть меньше по диаметру но это не катастрофа правильно я взял малярный скотч прикинул сколько мне нужно обернуть по диаметру две трети диаметра было много это где-то 40 миллиметров малярный скотч я сделал там 18-20 и в самый раз из баночки плотненько садятся и нигде никак не гуляют ну и естественно кастом холдеры в сборке 7p которые между собой склеены супер клеем вообще супер надежно почему именно такая сборка холдеров 7p если надо будет ремонтировать батарею или обслуживать там разбирать то за счет вот этих вот 7p холдеров вы любой блок в любом месте батареи можете снять спокойно и разделить батарею на 2 на 3 на 4 части насколько вам нужно перед этим естественно только надо будет отогреть медную ленту и снять ее но это ж недолго обычные холдеры которые там идут 3 на 4 или допустим даже пол батареи или целая батарея вам такого удовольствия не смогут дать то есть если вам надо ремонтировать батарею вам надо полностью будет отрывать всю сварку или пайку снимать два блока холдеров между собой разбирать всю батарею искать одну банку конченую из сотни и потом это все собирать обратно офигенное удовольствие нам согласитесь вот для этого и нужны такие вот кастом холдеры почему кастом потому что в 7p линию я не нашел не бывает таких то есть эту линию я собирал вручную из трех блоков 3 2 и 2 и склеивал их между собой чтобы было прочно чтобы было надежно и соответственно на холдеры установлены в перекрестном порядке то есть здесь идет 3 2 и 2 а снизу уже идет 2 2 и 3 то есть они между собой вот так вот пересекаются и это добавляет прочности в итоге при такой методе сборка получилась вообще монолит за счет малярного скотча и за счет кастом холдеров то есть вот так вот я батарею пытаюсь пошутать влево вправо но это вообще нереально то есть она как одно целое в принципе ей можно хоть футбол играть ну и в принципе мы с вами плавно движемся к ответу на тот вопрос почему пайка лучше чем сварка во-первых это разборное многоразовое соединение очень удобно и для ремонта во вторых это огромная площадь паянного контакта где-то квадратов 50 получается и на плюсе и на минусе в третьих это недорогие доступные и простые инструменты для сборки всего этого чуда которое в принципе происходит без проблем я уже не одну батарею собрал вот прекрасно знаю о чем говорю значит вчера в комментариях попался один очень умный гражданин который отметил что умные люди наверное собирают батарею сваркой ну и давайте будем считать это стартом рубрики вопросы и ответы я почему сейчас я объясню сейчас почему это не так значит посадка ленты на банку маленьким 60 ваттным паяльником занимает времени около 1 секунды за это время паяльник передает на банку в лучшем случае температуру мощность вернее 60 ватт давайте теперь посчитаем какую мощность отдает на банку точечная сварка и они стороны такие сейчас популярные значит напряжение у нее рабочие около 6 вольт ток около полутора килоампер в среднем 1500 ампер и по длине импульса ну если мы говорим за железо говнячее то где-то надо 5 миллисекунд чтобы его нормально сварить никель это 10 миллисекунд ну и медь с с нее тепло убегает очень быстро я думаю что это минимум 20 миллисекунд на ее сварку таким образом перемножаем 6 вольт на 1500 ампер и на 20 миллисекунд и мы в итоге видим что за 20 миллисекунд точечная сварка передаст на банку 180 ватт мощности ровно в три раза больше чем паяльник за одну секунду только паяльник он контакт садит за один раз то есть вы одну секунду подержали и сразу 50 квадратов припаялась а чтобы обеспечить хотя бы не самую усротую пропускную способность самую конченую а чтобы хоть это был разговор о чем-то точечной сваркой надо поставить 10 точек а 10 точек это 5 импульсов каждый по 180 ватт и на выходе вуаля мы получаем тот простой факт что оказывается точечная сварка она для банки намного вреднее офигеть да ну если взять калькулятор в руки поэтому я допустим при своей работе до при паечной я так никогда не делаю и вам не советую дрочить полюс или банку одну до победы делайте перерывы или идите проходами циклами то есть вы ленту прихватили допустим на две точки сваркой не башьте сразу пять импульсов оставьте пойдите к следующей банке прихватите там потом через 100 банок вернитесь и начните ставить вторые импульсы и так в пять проходов так будет для банок намного экологичнее надеюсь умный человек я ответил умно на ваш умный вопрос и ответил не только для вас но и для многих других людей потому что часто спрашивают волнуются переживаю да и не знают что выбрать пайку или сварку это вопрос который беспокоит достаточно большое количество людей поэтому сейчас здесь я уделил ему время и внимание дорогие комрады еще один очень важный вопрос касательно техники безопасности вот здесь идет у меня минус здесь идет у меня плюс и даже с учетом того что я паял банки при заряде 20 процентов уже сейчас здесь напряжение 54 вольта и она уже сука щипает серьезно поэтому когда вы работаете с батареей не бойтесь как бы да и и касаться контактов то не бойтесь касаться но никогда никогда блять не беритесь за батарею вот так вот за минус и плюс за конечные контакты потому что ебашит уже так ну как бы серьезно и эта батарея это 16s а если вы будете собирать 20s или 24 то может быть как бы и в больничку можно попасть поэтому надо взять батарею перевернуть ее вот так вот по серединке вот так вот взяли наклонили подняли если надо да вот так вот перевернули но за середину не за концы договорились значит с помощью этого волшебного прибора который я сам любя называю хуярик замерил я импеданс каждой секции после сборки в среднем это где-то 182 миллиома и замерил импеданс всей сборки в целом это 25 целых и две десятых миллиома конечно это не тот показатель на который стоит молиться но если вы где-то накосячили во время сборки это по крайней мере сразу заметно потому что во время прошлой сборки я угробил одну банку коротким замыканием не туда ленту накинул и после сборки я видел что у меня 15 секций где-то 2 и 4 миллиома одна секция чем там где-то посередине 2 и 9 миллиом я ее сразу же разобрал еще до упаковки батареи дохлеца вынул поставил свежую банку отогрел ленту все посадил обратно запаял запаковал и начал уже собирать батарейку дальше а вот поэтому импеданс он тоже важен допустим если вы пришли на почте забирать аккумуляторы надо сделать какой-то экспресс тест да и вот такой вот маленький да небольшой приборчик он делает свое полезное дело но в работе акб естественно мы будем опираться именно на внутреннее сопротивление банок они на малополезный импеданс здесь так чудесно получается да на вот этих банках samsung 50s что сопротивление банки практически совпадает с ее импедансом это бывает очень редко но чудеса тоже случается то есть здесь и сопротивление 11 миллион и импеданс 11 миллион и если мы разделим 11 на 7 банок в ряду и помножим на 16 секций то как раз на выходе мы и получаем 25 миллион сопротивления не импеданса а именно сопротивление то есть фактически и данные полученные прибором у нас совпадают с расчетными данными по банкам а как же припой как же лента то есть получается у них практически нулевое сопротивление при такой сборке потому что мы то банки делили мышь не плюсовали туда сопротивление оловое сопротивление ленту а на выходе мы все равно получили 25 миллион поэтому меня не продолжают удивлять те дилетанты которые уже по пять лет собирают батарейку и пиздят мне какую-то хуйню про сопротивление олова какое может быть сопротивление олова там толщина слоя микроны при прижиме ленты а площадь соединения 50 квадратов какое сопротивление олова ребята не смешите мои тапки в общем имея фактически 25 миллион сопротивления и снимая с батареи 80 амбер током не как бы это вообще с головой 5 киловатт а просадка у нас составит в районе двух вольт это потолок не 5 вольт не 8 и даже не 12 как люди дрочат с конченными батарейками неизвестного происхождения 2 вольта так ну наверное бмс очку силовые провода термодатчики балансир я это уже все буду распаивать завтра а то что сегодня я уже подустал и честно говоря мне лень а поспешишь как известно людей насмешишь на сегодняшний день я работаю вполне доволен сборочка идет огонь уже может где-то через недельку дал заменю аналогичную батарею в самокате на эту с вами сегодня как всегда был андрей пишите в комментах что вы по этому поводу думаете задавайте вопросы спасибо за просмотр был рад увидеть вас снова на канале и до встречи в новых интересных и полезных роликах пока пока